Произошел шажочек по разложению числа в цепи. Мы выделили целую часть и выделили пробую часть. Влечу. Теперь намножаем числитель. То есть, пишем это так, чтобы была единица, деленная на. Единицу, деленную на корень из двух минус один. Ну, казалось бы, я написал глупость, потому что единица делить на одну х, будет понятно, что х. Но не совсем глупость. Потому что я сейчас домножу на корень из двух плюс один. Здесь домножу на корень из двух плюс один. И посмотрите, что получится. Будет единица плюс единица, деленная на что? Знаменатели по формулировать складку будет один. Значит, на самом деле будет корень из двух плюс один. То есть, опять получилось, что мы умеем выносить целую часть. Если вы присмотритесь к этому, то вы видите, что у нас есть единица. А дальше идет двойка. И дальше пошли двойки подряд. То есть, цепная тройка для корня из двух устроена очень просто. Целая часть это единица, а потом идут двойки подряд. Ну, что вы, мы смогли. Мы смогли разложить число к цепной тройке. На самом деле, есть огромное количество следствий из того, что мы сейчас делаем. Давайте возьмем какой-нибудь начальный ответственность этой единицы. Ну и как бы. А именно, скажем, две двойки. Давайте вот обрежем на это вместе. Посмотрим, что это такое. Это единица плюс один делить на два плюс две пятых. То есть, это семнадцать двенадцатых. Ребята, нетрудно проверить, что семнадцать в квадрате минус два умножить на двенадцать в квадрате. Это один. Таким образом, числитель и знаменатель подходящей тропе – это решение уравнения пельда. Х квадрат минус два х квадрата равняется единице. Ну, на самом деле, можно было и так вот посмотреть. Чуть-чуть раньше обрезать. Тогда не трудно понять, что это будет тропить семь пятых. А семь в квадрате минус два раза умножить на пять в квадрате – это наоборот минус один. Ну, я сейчас не буду это доказывать, но можно, на самом деле, проверить, что действительно все решения уравнения х квадрат минус два х квадрата равняется плюс минус единица натурального числа. Это в точности подходящая тропе. Таким образом, когда мы разложили в двадцатую тропе, мы заодно и нашли все решения этого х квадрата. Отлично. Можно было взять какой-нибудь другой корень. Корень из тринадцати плюс нить. И вот дальше смотрите, ребята, что происходит. Здесь у меня возникает в знаменателе тринадцать минус девять, возникает четыре. Корень из тринадцати плюс три делит на четыре. Так, соображать. Мы из тринадцати, где с небольшим. Здесь лучше и с небольшим, делит на четыре. Это что такое? Это единица с небольшим. Правильно? Значит, мне нужно сейчас разобраться вот с таким выражением. Отлично. Понятно, что опять мы это записываем, переворачиваем. Ну, давайте, для скорости я уже переворачивать не буду. А я здесь умножу на корень из тринадцати плюс один числитель и знаменателю. Умножу на корень из тринадцати плюс один. Итак, три плюс единица делить на. Так, здесь что? Тринадцать минус один, это будет двенадцать. Двенадцать сокращается с четырьмя. Поэтому здесь получается единица, деленная на корень из тринадцати плюс один, который делен на сумму. Отлично. Отлично. Значит, у меня есть единица. Следующий элемент цепной дроби единица. Что дальше? О, и дальше надо выделять целую часть. Для этого надо понимать, что корень из тринадцати – это физически большие. Ну, что опять техничек будет. Я обещал, что работа будет тяжелая, потому что я специально в таблице взял такое число, чтобы там ответ было посложнее. Итак, корень из тринадцати минус два разделить на три. Опять, как у нас приводится, умножили на корень из тринадцати плюс два. И здесь номинатели на корень из тринадцати плюс два тоже умножили. Так, теперь пишем единица, и опять единица, и опять единица, и опять единица. Так, интересно, сколько будет тринадцати минус четыре? Это девять. Девять сократилось с тремя, осталось три в числителе. То есть, на самом деле, корень из тринадцати плюс два разделить на три. Отлично. Корень из тринадцати – это три с небольшим. Поэтому теперь будет пять с небольшим. И целая часть опять единица. Отлично. И чтобы повториться, то я радостно скажу, что и дальше будет так же. Пока что, к сожалению, ничего не повторится. Единица, деленная на три. Единица плюс единица, деленная на три. Единица плюс единица, деленная на три. Уже три единицы. Так, теперь здесь будет тринадцати, деленная на двенадцати будет четверка. Значит, здесь будет единица, деленная на корень из тринадцати плюс один, делить на четыре. У нас ни разу этого не было еще. Вот корень из тринадцати плюс три делить на четыре был, а вот плюс один еще не было. Жалко. Жалко. Целая часть опять равна единице, значит, давайте я на месте выделю, единица, а здесь будет минус 3, корень из 13 плюс 3, и здесь в знаменателе корень из 13 плюс 3. Хорошо, хорошо, мне это уже начинает надоедать, но тем не менее, я же сам их примеру. Поэтому давайте работать, здесь уже две единицы, сейчас третья единица, сейчас уже четвертая единица идет, и здесь смотрим, 13 минус 9, это будет 4, 4 сокращается, получается единица, ребята, деленная на корень из 13 плюс 3. Победа. Вот ровно в этот момент я вспоминаю, что корень из 13 у меня был в самом начале. Таким образом я получил ответ. Проверка. После чего идут 4 единицы, после этого шестерка, потом опять 4 единицы, шестерка, опять 4 единицы, шестерка, и так, все, что происходит. Да, да, на самом деле, вот здесь совсем необязательно стоять все единицы, потому что у корня из двух, как вы помните, на это только выглядит вот так, единица и все двое. Но, одну черту разложения вы могли заметить. Вот здесь стоит число 6, а здесь стоит число двое меньшее, а именно 6 полов. Здесь вот стоит целая часть корня из D, где D, ну, то число, с чего мы извлекаем корень. А вот здесь мы дошли опять до извлечения корня, и как вы видите, то самое, та самая целая частью разложения. Здесь стоят две целые части корня из D. Вот. Это замечательное обстоятельство, и мы его сегодня постараемся понять для любого корня из D. Для любой квадратичной иерациональности на самом деле периодическая тропия у нас получается, причем она в некотором смысле чисто периодическая. То есть, смотрите, она становится чисто периодической, если добавить к числу целую часть корня из D. Давайте я запишу этот факт. Если число D натуральное, и при этом корень не извлекается, если D натуральное число, а корень из D наоборот число нет, то цепная дробь числа корень из D плюс целая часть корня из D чисто периодическая. Чисто периодическая. Ребята, это Мула доказал. Причем он это доказал не только для случая корня из D, он это доказал для любой квадратичной иерациональности. Теорема Гула звучит в следующей образе. Девы Гула, который был назватель, получил 15 века. Если А, Б целые числа, если D больше нуля, то цепная тропь для числа минус... Что я не пишу? А плюс-минус корень из D делить на B всегда... Я опять забыл написать, что корень из D не предлежит множеству натуральной численности. Так вот, она всегда периодическая. Чисто периодическая. Тогда и только тогда, когда взяв с другим знаком, то есть то, что называется спряженное число, мы получаем число меньшее нуля и большее минус единицы. Для любой квадратичной иерациональности есть такое понятие, как сопряженное число. Для корней из 2 сопряженным является минус корень. Для числа 1 плюс корень из D, сопряженным является 1 минус корень из D. То есть весь простой. Когда вы решаете квадратное сравнение, то вы у него можете взять и поменять знак перед корень. Так вот, забавное обстоятельство. Выяснилось, что то чисто периодическое тропе или нет, зависит в точности от того, попадает сопряженное число на интервал от минус одного, D не попадает. Смотрите, как обстоит дело для корня. Когда вы берете число корень из D плюс целая часть корень из D, то что такое сопряженное число? Это минус корень из D плюс целая часть корня из D. Но целая часть, она же чуть-чуть меньше повеличить, чем сам корень. Поэтому такая штука действительно меньше нуля и большее минус единицы. Значит, вот у такого числа должна быть чисто периодическая цепная тропь. А соответственно, у самого корня из D, ну вот, надо это иметь и вычесть с первого. Да, это понятно. И еще одно обстоятельство, которое имеется для разложения в цепную дробь от корня. Оказывается, вот эта последовательность является полинтромом. То есть, если ее читать слева направо и если ее читать справа налево, то получится одно и то же. Но здесь у меня все единицы, поэтому то, что это полинтром, совершенно не видно. Всем д юнваряrafами прогулка четкий тупый тупый тупым тупым дадим. Дюб